Пожар, автомобильная авария, утечка газа, человеку стало плохо. Во всех этих и многих других ситуациях люди набирают единый номер службы спасения 112. В сутки специалисты единой диспетчерской службы Ленинского района обрабатывают более 600 звонков. За прошедший месяц, к примеру, в службу поступило почти 19 тысяч обращений. В 155 раз жители просили вызвать пожарных, более 2000 – полицию и почти 4000 – скорую медицинскую помощь. Правда, немало звонков было и не по экстренным случаям. За получением справочной и адресной информации обратились 4300 человек. Это немножко отвлекает, конечно, операторов от действительно необходимой работы по вызову экстренных оперативных служб. Но что делать? Люди звонят, значит, что-то хотят выяснить. Абсолютный лидер по вызову экстренных служб – по-прежнему скорая помощь. В сутки поступают более 140 вызовов. Почти треть из них – повторные. Люди звонят узнать, где в данный момент находится карета скорой помощи. Я хотел бы еще раз посоветовать всем жителям нашего района, нашего городского округа, скачать мобильное приложение системы 112, где как раз вот это информирование граждан о карете скорой помощи, где она находится, когда выехала, когда прибудет, устроено довольно-таки информативно и понятно. А еще через приложение можно быстро связаться с оператором, отслеживать местоположение детей и престарелых родственников и просматривать историю своих обращений в службу 112. На втором месте по частоте обращений – полиция. Причем в октябре резко возросло количество вызовов на ДТП. В результате дорожных инцидентов четыре человека погибло и три пострадало. Специалисты единой диспетчерской службы призывают водителей и пешеходов не терять бдительности на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Пострадавший ездит ДТП. Оператор службы 112 Павел Грунтенко в профессии четыре года. Говорит, принимать 200-300 обращений в день для него не проблема. Минута идет звонок, две минуты звонок. Иногда вообще интервал прям секунд 15 может. Много звонков, очень много. В сутки где-то 600. Иногда под Новый год вообще начинается аврал. Больше тысячи звонков. Я помню, у нас в январе было, вот в этом году. Павел уверяет, ему очень нравится общаться и помогать людям. Но такая работа под силу лишь стрессоустойчивым и уравновешенным сотрудникам, которые могут быстро реагировать в экстренных ситуациях. И судя по тому, что единая диспетчерская служба Ленинского района из года в год занимает лидирующие позиции на региональных смотрах-конкурсах, ее специалисты знают свое дело на отлично. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова